дорогие друзья в эфире телеканал youtube программа один из нас весной этого года начинается строительство первого уфимского хосписа и сегодня мы поговорим о добрых делах благотворительности о медицине и сегодня мы пришли в гости это офис фонда потерь нет правильно также сейчас здесь находится уфимский хоспис это фактический адрес местонахождение родмила сурначева как раз основатель фонда потерь нет и исполнительный директор уфимского хосписа здравствуйте и ирина лабаева фандрайзер уфимского хосписа добрый день спасибо большое что нашли время сегодня встретиться потому что работа как я понимаю много вы вот собираетесь в екатеринбург да буквально сегодня завтра там у вас будет какая-то выставка это обучающее мероприятие форум который проходит один раз в год всероссийское мероприятие урал фандрайзинг называется классное очень мероприятие которое проходит только один раз в год и объединяет между собой все практически все нкао россии отличная площадка для знакомства для для того чтобы перенять опыту коллег того чтобы познакомиться посмотреть чем занимаются другие узнать о каких-то новинках о новых инструментах сфере фандрайзинга ну и все остальное перед тем как поговорить о фандрайзинге фонде и непосредственно буфимском хосписе строительство которого как я уже сказал вот-вот начнется расскажите пожалуйста немного о себе вот чем вам например нравилось заниматься в детстве в школе что вам нравилось о детстве в школе наверное ну и на самом деле я не было такого одного увлечения на долгое время я за свою школьную жизнь попробовала очень много то есть там мы ходила в танцевальные различные кружки я очень долго каталась на коньках это конькобежный вид спорта вот ну и многое другое то есть уже не считаешь там в школе да там уроки труда это макраме вышивание то есть но то чем занимаются обычные девочки во взрослой жизни уже какого-то хобби конкретного тоже чтобы прям вот всю мою жизнь она меня сопровождала меня тоже нет наверное я могу назвать своим хобби это благотворительность я понимаю что это наверное то что во мне живет живет очень давно очень долго уже и то что меня радует это как раз то что меня отвлекает от основной работы и несложно назвать всю мою деятельность и фонде и сейчас в уфимском хосписе работой потому что это больше состояние души но это хобби и состояние души которое стало призванием в конечном итоге ирина у вас но у меня получается вся моя детская история связана с мероприятиями ведущей организации мероприятий выступлениями и сбором вокруг себя какой-то компании людей которые в этом всем принимал бы участие плюс потом в студенчестве эта работа в детских лагерях организации детских праздников выступлений проведение занятий и эта история с детьми она продолжается на протяжении как бы всей жизни и потом перешла в деятельность именно фонда когда стала координатором проекта день именинника вот и потому ирина фандрайзер а кто такой фандрайзер объяснить для зрителей которые что это за слово это человек который объединяет людей организации с целью привлечь благотворительные пожертвования с целью сделать жизнь детей которые в этом нуждаются лучше качественнее помочь обеспечении необходимых лекарств обследования исследований покупки оборудования всего того что необходимо тем людям кто нуждается то есть основные благополучатели некоммерческой организации но фандрайзинг это не только деньги да это и различная гуманитарная помощь которая может пригодиться например в отделении онкогематологии это и какая-то бытовая химия продукты питания мелкие подарки игрушки наборы там для творчества для занятий просто некоторые думают что благотворительность можно прийти только с деньгами и помогать только деньгами но эта история не только про деньги так и гуманитарная помощь так так и ваши знания если вы например делать клевые макеты для каких-то иллюстраций вы тоже всегда можете быть полезны благотворительности вы обладаете какими-то юридическими знаниями без них тоже нам очень сложно бывает или вы например крутой разработчик сайта самое главное ваше желание чем вы можете быть полезны в организации мы уже вместе с вами всегда подберем и решим чем именно вы будете полезны решение той или иной проблемы это уже часть волонтерства это как раз таки неотъемлемая часть жизни любой некоммерческой организации которая ведет активную работу ведет социальные проекты какие-то потому что ни одна нкоо ни один благотворительный фонд не может работать без волонтеров ну конечно то есть не только средства просто даже две руки человека который говорит вот у меня есть там время может быть вам нужно что-то починить профессиональные навыки приехать я не знаю там поучаствовать в каком-то мероприятии у вас просто человека не хватает для какой-то задачи вот я пожалуйста сейчас могу помочь потому что мне хочется на кого учились кстати а вообще я по образованию строитель я инженер сметчик и и по сегодняшний день в общем то это тоже является частью моей жизни это строительство у нас есть небольшой семейный бизнес небольшая компания строительная вот и этот способ зарабатывать так скажем я закончила башкирский государственный педагогический университет по специальности социальная педагогика и ну как бы тема социального и решение социальных проблем самое подходящее профессии мне кажется так что я как бы человек на своем месте да это я да и там и тут получается с чего начался фонд потерь нет а начался с волонтерских мероприятий но предшествовала этому личная история в 2008 году я потеряла сына это был лейкоз и это очень большая проблема и в то время особенно было очень и очень тяжело потому что в сфере детской онкологии тогда было просто невероятно много проблем и не только смысле обеспечения лекарственными препаратами но это было и донорство и досуг детей внутри отделения потому что ни для кого не секрет что лечение методом химиотерапии это очень долгий процесс и дети находятся в стенах больницы от нескольких месяцев до нескольких лет то есть не прям постоянно но с перерывами с какими-то и то есть больница становится собственно для них вторым домом на какой-то промежуток времени вот поэтому когда все в жизни так случилось и я поняла что вот я к сожалению не могу уйти оттуда не могу уйти забыть все что там было те несколько лет которые мы там тоже провели и плюс ко всему прочему я побывала в москве с сыном и я видела как там устроена жизнь детей и вот там меня это особенно вдохновило там я познакомилась фондом подарить жизнь с координаторами с волонтерами вот с руководством этой замечательного этого замечательного фонда и как раз таки они впоследствии очень сильно поддерживали и помогали мне организовывать работу для этих детей помощь здесь в офе поэтому родились различные проекты такие как день именинника с которого ирина начала наши волонтерские проекты наш донорский проект ну и вот досуг детей в отделении очень много всего именно родилось вот из моего волонтерства из личного опыта потому что вы наблюдали то чего действительно не хватает и хотели эти пробелы заполнить то есть пришли к тому чтобы создать фонд и потом непосредственно эти проекты реализовывать ну да я не случайный человек да я то есть точно знала что нужно этим детям что нужно этим родителям внутри отделения и очень хотелось сделать так чтобы их жизнь была там достойные чтобы дети не не находились четырех стенах замкнутом пространстве чтобы к ним приходили гости чтобы детьми там кто-то занимался чтобы они развивались узнавали что-то новенькое и не оставались один на один своей проблемой и вы как познакомились с фондом и вот пришли как уже говорили к волонтерской работе но настал какой-то момент когда я просто решила узнать какие благотворительные организации есть в уфе отправила заявку волонтеров нескольких и один единственный фонд который мне ответил не знаю так наверное сложили звезды это был потерь нет я пришла на встречу я тогда работала еще с детьми в одном центре и у меня было такое направление как вокруг света это география но для детей выход для них понятном формате мы там пели песни знакомились с культурой создавали какие-то сувениры и вот с этим именно проектом я пришла в отделение гематологии так познакомилась с фондом ну почти год я ходила просто как волонтер педагог то есть работали и параллельно работала и параллельно да 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 вот потом получается открылась вакансия координатора проекта день именинника это такая история когда ребенок попадая в больницу и находясь на длительном лечении если в этот месяц у него совпадает день рождения мы не можем оставить так чтобы такой важный и значимый момент остался в ребенок остался без этого да да и они пишут письмо феи у нас такой есть вымышленный персонаж очень милый всегда мы получаем письма они очень трогательно о себе рассказывают и просят какой-то подарок мы называем это мечтой их вот находятся люди которые исполняют их мечты мы организовываем праздник в конце месяца поздравляем всех деток а для всех остальных создаем такую атмосферу как будто бы они пришли на день рождения к своим друзьям например находясь не в стенах больницы ну то есть как в школе день именинника только просто в больнице полноценно как ребенок который живет там социальной жизни если он ничем не болеет и этот проект еще поддерживает детей в плане того что если фея может вспомнить мою такую маленькую мечту значит рядом вокруг меня есть помощники которые помогут преодолеть болезнь дети улыбаются это видят родители родители то счастливы от того что хотя бы на какой-то период времени их ребенок счастлив и это дает им силы преодолевать все сложности вот так и стала координатором проекта также параллельно продолжала работать и потом открылась вакансия фондрайзера пришла на собеседование крадмили мы пообщались и еще год я совмещал основную работу и работу фонде потом уже решила что наверное нужно определиться и пора заняться чем-то одним и быть полезной и действительно если мне это получается почему бы и да помимо дня именинника расскажите может быть еще про какие-то проекты которые в рамках работы фонда вы реализовывали у нас есть огромное количество проектов буквально еще пару примеров потому что то что вы рассказали это звучит очень вдохновляюще у нас есть проект реабилитация это проект территория личных побед называется это проект для детей которые победили которые выздоровели которые на сегодняшний день находится стойкой длительной ремиссии мы проводим для них очень классные мероприятия у нас есть сотрудник который постоянно есть также обучается это опыт также подари жизнь это опыт шеридаря это подмоскованный реабилитационный центр для детей с онкозаболеваниями тоже вот этот проект позволяет нам видеть детей уже после то есть мы видим детей в отделении мы им помогаем и делаем все возможное для того чтобы они выздоровели то чтобы не все в этой жизни получилось и потом этот проект особенно эмоционально тем что мы имеем возможность видеть этих детей потом они уже совершенно другие они с волосами цветущие да с розовыми щеками они бегают играют и ничем не отличаются уже от обычных детей это классный проект и он дает нам мотивацию очень серьезную для того чтобы идти и делать нашу работу дальше потому что мы видим что большая часть этих детей выздоравливает и детский рак очень сильно отличается от взрослого и у детей есть все шансы поэтому мы очень надеемся что скоро мы останемся без работы что все дети выздоровеет и найдется эта волшебная таблетка и не потребуется ни реабилитация не потребуется не помощь какая-то в отделении но пока этого нет поэтому существует проект реабилитации он очень классный он тоже состоит практически полностью из волонтеров то есть это большое количество волонтеров которые приходят и три-четыре раза в год мы проводим эти смены и у нас примерно волонтеров такое же количество сколько участников детей то есть это очень серьезный проект ты хотел этот проект еще направлен на то что мы даем детям возможность выбора и возможность того почувствовать на себе что они все могут потому что когда находясь длительное влечение у них есть ограничения родители над ними как коршуны постоянно очень гиперопека а тут получается ребенок начинает верить свои силы и даже много талантов у них открывается после смен они там пробуют и стрелять из лука и выступать и творить что-то на творческих мастерских и у ребенка есть выбор что я могу и то и это и другое и это очень способствует их социализации и возвращаясь смен они уже точно не такие как при приехали к нам такое преодоление себя получается вот кроме этого у нас есть еще один замечательный проект который тоже родился не сразу а постепенно то есть мы пришли и поняли что он нужен это проект по ранней диагностике детского рака то есть это проект в рамках которого весь 17 18 год ездили практически по всей республике мы объехали больше 20 лпу и црб по всей башкирии и общались с узкими специалистами детскими и педиатрами на тему вот основных симптомов детского рака как это как это выявить рассказывали им о том какие основные симптомы есть рассказывали не даже не мы а рассказал детский онколог а это была видеоконференция вот мы приезжали в црб нас ждали это было на мониторе на экране на большом показывал свою презентацию наш детский онколог и рассказывал специалистам медикам о том на что следует обратить внимание в первую очередь потому что мы столкнулись с этим проектом и почему мы его начали потому что мы поняли в какой-то момент что дети из отдаленных районов особенно дети из отдаленных районов поступают в отделение онкогематологии уже запущенных формах детского рака и поэтому чем раньше обнаружены первые симптомы тем быстрее можно тем проще можно помочь и тем быстрее дорога к выздоровлению этого ребенка вот если весь 17 18 год мы реализовывали этот проект в этом весь 19 год мы его дорабатывали и в этом году мы начали снова уже это еще более профессиональный еще более нужный полезный проект у нас согласован в разумеется нашим здравом при поддержке рдкб наших детских онкологов вот и в этом году у нас тоже предстоит несколько выездов в детские больницы мы снова будем об этом много много говорить и обращать на это внимание вот и я думаю что в скором времени у нас да все прекрасно прекрасно вот и дети уже он коностороженность среди детских специалистов будет более внимательны как я понимаю то есть фонд сейчас активно продолжает работать но параллельно появился проект уфимского хосписа и собственно вам предложили в нем поучаствовать точнее его возглавить да но фонде потерь нет есть тоже сначала с 17 года у нас есть проект палеоативной помощи детям в рамках которого мы передаем специальное оборудование медицинское для того чтобы эти дети могли находиться дома в семье то есть не каждая семья может приобрести себе кислородный концентратор или откашливатель или какое-то специальное медицинское оборудование поэтому этот проект он не тоже не прям вот здесь и сейчас родился а он в общем то тоже вырос вот так вот и в прошлом году фонд из гелек и отец сергий есть такой у нас замечательный священник они организовали приезд нюта федермессер в уфу и как раз таки вот это наверное послужило толчком для создания уже для того чтобы государство обратило внимание на эту тему и для того чтобы уже что-то вот в этом направлении начала началось какое-то движение ради фаридович очень активно отреагировал он практически в день круглого стола в день когда нюта приехала принял ее у себя и в этот же день была создана рабочая группа по теме хосписа и очень быстро было принято решение что хоспису в уфе быть это очень такой важный нужный шаг за что я вот честно откровенно очень неблагодарна потому что мы очень много очень несколько лет говорили все некоммерческие организации которые сталкиваются той или иной степени с паллиативными пациентами они очень давно долго задумывались о том что хоспис нужен очень много шло речей разговоров но к сожалению не было никакого движения в этом направлении вот ура все случилось и хоспису быть в офе как раз таки мой основной вопрос был это почему он появится только сейчас и ну с другой стороны вроде бы кажется что хоспис должен быть в большом городе да и не только в большом это как бы нормально это понятная практика ну то есть некой вертикали медицины которая существует да там в субъекте и в стране другое дело что вот я допустим себя поймал на мысли что я не знаю а как в других городах россии с этим дела обстоят то есть почему до сих пор не было в уфе хосписа и вообще насколько они есть на территории россии вы знаете это если вот брать прям историю то раньше еще при царском при царской россии а они были просто они назывались по-другому и были эти дома в которые люди с неизлечимыми заболеваниями могли прийти им там оказывалась помощь потом был период когда у нас все это пропало да пропала религия тогда вот была борьба революция да все это и разумеется то есть у нас же не было инвалидов долгое время да могущественная страна делали вид что по крайней мере их не было эти люди со временем стали невидимками просто есть такая проблема до сих пор да и вот уже как несколько лет эта тема активно продвигается и москва они прям вот большие молодцы в этом направлении вот именно с них все началось и сейчас очень много регионов открывают хосписы но если по крайней мере нет хосписа то палеоативная служба развита очень хорошо почти везде сейчас другой момент что есть такое представление что палеоативным пациентам нужны только медикаменты да нужно обезболивание вот чтобы медик не пришел послушал их на самом деле нет понятия хосписа понять понять палеоативной помощи она гораздо шире все равно не заканчивается помощью с медицинской точки зрения обязательно нужна духовная поддержка социальная поддержка человек не должен чувствовать себя одиноким он не должен чувствовать себя ненужным в этот промежуток времени человеку очень важно дать чувство того что он не один что в случае необходимости будет рядом обязательно человек который поддержит его за руку который принесет ему стакан воды что этот человек сможет выйти на улицу элементарно его смогут помыть потому что большое количество людей сейчас таких с тяжелыми заболеваниями которые не ходят которые не имеют возможности передвигаться они находятся дома а если этот человек живет в многоэтажном доме живет день быть на девятом этаже то есть представляете что ну его практически невозможно вывести на улицу погулять и это на самом деле большая проблема эти люди много лет не видят улицы у них нет общения то есть им также сложно общаться к ним приходит только может быть если близкие родные вот и то есть эти люди они не социализированы и наша задача сделать так чтобы эти люди оставались в социуме чтобы они чтобы то есть чтобы они не чувствовали себя изгоями чтобы на них и не чтобы в них не тыкали пальцем или не представляли их какими-то ненормальными то есть это обычные люди те же самые которым просто нужна помощь и поддержка хоспис как я понимаю будет не только для детей то есть он будет не только для взрослых и детей просто я изначально почему-то вот в меня попала информация что детский хоспис в уфе вот его начнут как раз таки строить то есть потом я уже начал когда разбираться ну расскажите про возраст запланирован хоспис на 60 койко мест это 40 для взрослых 20 для детей и еще есть такое промежуточное получается понятие как молодые взрослые это люди от 18 до 35 лет я угадался как говорят по западе если например для взрослых это основном под поддержка их самих как человека то для детей то здесь еще очень большая будет работа именно с родителями родными братьями и сестрами которые тоже остаются за чертой когда например ребенок заболевает каким-то сложным заболеванием или генетическим заболеванием вот и я так как отвечаю за детство это тоже очень интересно будет создавать там такую атмосферу именно ребенок он для каждого родителя сколько бы ему лет не было каким бы заболеванием он не болел он ребенок и каждый родитель хочет хочет его видеть счастливым поэтому у детей будет возможность хосписи плавать в бассейне и играть на адаптированной детской площадке чтобы и больничная клуна до к ним приходила и какие-то творческие мастерские чтобы у ребенка даже стенах хосписа было детство а где вы будете находиться хоспис будет построен в кировском районе между жилым комплексом цветы башкирии и мегой вполне себе близко наша задача в основная задача была сделать так чтобы это было очень близко городу ну вот общий план я говорю рассказывала о том что они поделены у нас здание спроектировано таким образом что а вот это вот будет взрослое отделение но даже все одноэтажное получается а вот там три этажа это администрация здание да то есть где люди живут все одноэтажное да это сделано специально для того чтобы одноэтажные чтобы чтобы у каждого свой выход был на улицу чтобы если человек захотел выйти на улицу ему не надо было спускаться поле даже если лестница будет оборудована чтобы он об этом не думал даже если лестница даже если есть лифт то все равно выйти собственно как бы вот я говорю как в дорогом на уровне земли еще это же психологически тоже полезно на одной отметке да то есть я говорил о том что можно будет даже на кровати выехать и вот выйти погулять то есть вот это взрослое отделение и то есть оно такое даже стилистически оформлено именно по взрослому вот это вот детское отделение такие вот два крыла это детское то есть оно потом будут слайды я покажу оно такое яркое очень вот именно по детски оформленное с детской площадкой вот в своем расположении и крыло для молодых взрослых. Вот, то есть вот это вот детская, да, вот здесь детская площадка, здесь, то есть с обоих сторон, там, где есть выходы из комнат детских. А как внутри будут комнаты выглядеть? Сейчас тоже мы это вам покажем. Вот это? Вот, да. Это административное здание, да, и чуть-чуть здесь видно детское. Вот здесь вот хорошо видно детское, детскую часть хосписа, то, насколько вот она красиво оформлена, радужная, очень такое яркое. При этом все так достаточно логично и компактно в плане использования территории. Да, 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 конечно. Вот еще, то есть будут клумбочки, будут скамейки, то есть родственники, когда придут посещать своих близких, им не нужно будет искать место, где бы они могли приютиться, да, к лавочке. То есть они смогут взять своего родственника, выйти на улицу, либо выкатить его на кровати и погулять с ним, посидеть с ним на свежем воздухе, пообщаться. Да, в теплое время года это вообще замечательно. Да, это вообще идеальный вариант, да. Вот еще одно оформление, вот это то, как будут выглядеть выезды практически из комнат, тут прямо лавочка рядышком, также, чтобы для удобства, навесы, разумеется, сделаны, опять-таки, для того, чтобы все было удобно. Очень красивая территория, будет очень зеленая, будет много посажено деревьев, крупномеров, кругом будут клумбы. Это взрослая часть здания. Это же хорошая территория, большая. Да, большая, очень такая, благоустроенная территория планируется быть. Ну, то есть вот тут тоже будут везде такие зоны отдыха. Вот и палаты, палаты. А, ну вот детское отделение, одноместная палата, то есть предусмотрено, разумеется, санузел, диванчик для родственников, которые будут находиться в это время с ребенком, кровать удобная, многофункциональная, то есть с электроподъемниками, то есть мы предусмотрены так, чтобы ребенку было максимально удобно. И вот как раз-таки выход на улицу, да? Здесь выход на улицу, да. Ну, выглядит очень удобно и логично, опять же, как повторюсь, в плане использования пространства. Вот уже... Вот есть чего ждать в 2021 году. Да, я тоже с такой надеждой, с такой трепетом сердце жду этого момента. Коспис в Уфе и новый фильм про Бэтмена. Вот в 2021 году. Да, хороший год будет. Вот, взрослое отделение. Это одноместная палата и двухместные палаты. То есть в детском отделении все одноместные абсолютно. Во взрослом одна, двух, трех и четырехместные. Одноместная, двухместная, также со своим санузлом. Ну, тоже вполне себе комфортно. И она больше в два раза практически. Да, конечно, они по площади разные, разумеется. То есть если одноместная 16 квадратов, то взрослая вот уже 26 без санузла. Ну, то есть, конечно, это... Они больше... То есть мы не в маленькое помещение, там втиснем койки. То есть взрослое отделение вот трех- и четырехместные. Также площадь палаты здесь почти вот четырехместные, почти 50 квадратов. Тут тоже будет достаточно комфортно, свежо. Будет много воздуха и света. Вот в любой палате. На каком этапе сейчас работа находится? Сейчас дорабатывается проект, проектная документация. И я знаю, что уже вот-вот у нас должны зайти строители для планировки территории и ограждения территории строительства уфимского хосписа. Вот, то есть уже очень скоро будет старт. Мы обязательно будем освещать в своих социальных сетях. У уфимского хосписа есть социальные сети. Вот и ВКонтакте, Инстаграм, и Фейсбук. Поэтому все желающие могут наблюдать за ходом строительства. Вот мы обязательно будем рассказывать о том, как это происходит, делиться фишками, спрашивать мнения людей. Для нас это очень важно, потому что мы это делаем для людей в первую очередь. И для нас очень важно, чтобы люди, которые будут иметь отношение к хоспису, и сегодня, завтра, послезавтра, через год, неважно, чтобы они чувствовали себя там, как дома. И чтобы у человека было такое особенное к этому отношение. Ну вот, допустим, если говорить про себя, то я всегда думаю, вот как бы мне бы хотелось. И я бы очень хотела, чтобы это было достойно в первую очередь, чтобы человек не лежал с овшами, да, и не мытый где-то в своей постели, где-нибудь забытый богом дыре. А чтобы это было, знаете, где-то звучала музыка, чтобы это было чистое помещение со свежим воздухом, светлое, чтобы это было тепло, комфортно и уютно, чтобы это всё там было окутано заботой и любовью. Ну, чтобы некий мрачный шаблон, да, сломать в том числе. Да, да, то есть это ни в коем случае не больница. То есть мы сделаем максимально много, чтобы не было ассоциаций с больницей вообще. Ну, больница, больница рознь. Просто в России, ну, даже если не брать больницы, в принципе, всё, что связано с ритуальной символикой и с уходом человека из жизни, оно максимально мрачное. Вот этот советский пережиток отчасти памятников с фотографиями, пластиковые венки и так далее. Но это очень мрачно всё выглядит. Другое дело, когда можно увидеть там какое-нибудь, я не знаю, европейское, американское кладбище, где-то просто аккуратненькие камни, вот, и, в принципе, это выглядит просто как парк. Вот, и то же самое, если говорить про, там, хоспис российский, ну, если человек и был когда-нибудь в хосписе в России или представлял его, то у него явно это какая-то постсоветская конструкция, вот, которая выглядит... Какое-то мрачное строение с дымящейся трубой. Ну, кроме как мрачное, не скажешь, да, и с трубой. Почему? Ну, вот такие ассоциации. То есть, что крематорий там же должен быть. Люди думают, да, что вот будут похоронные шествия, постоянные там, да, вот, цепочки с похоронных шествий. Люди думают, что вдоль забора всего хосписа будут сидеть люди, которые будут продавать эти пластиковые цветы, венки. Ну, венки вот из еловых этих пластиковых иголок, это вообще моя самая любимая корочка. Нет, конечно, это хоспис, это вообще другая история. Хоспис, это про жизнь. Люди не будут приезжать туда, чтобы там умереть. То есть, нет задачи. Прямо сейчас, да. Ну, да, то есть, задача сделать так, чтобы человек пришел и жил там, жил достойно, столько, сколько ему отмерено. Любая работа подобного рода сталкивается с каким-то общественным мнением, зачастую диким, зачастую это связано с тем, что люди просто чего-то не знают. Ну, то есть, не разбираются там в терминологии, и у них есть какие-то заблуждения. Часть из этих заблуждений, вы сейчас уже перечислили, звучит, конечно, абсурдно, но реально есть люди, которые так считают здесь, в Уфе? Да, да. Мы с этим столкнулись. Это в соцсетях, да, было очень много написано. Ну, кстати, вот совсем недавно Светлана, наш пресс-секретарь Уфинского хосписа, она скинула в наш общий чат информацию, скриншот из социальной сети о том, где уже люди начинают понимать, что это такое. Люди ссылаются на то, что они зашли, почитали, посмотрели, и действительно это не так страшно. То есть мы сейчас стараемся максимально много рассказывать о том, что такое хоспис, для того, чтобы люди перестали бояться. Тема смерти, она страшна, конечно, и долгое время она у нас была табуирована. То есть мы с детьми вообще ни в коем случае об этом не говорим. Я уж молчу, как бы и про взрослых тоже, да, взрослые между собой не всегда могут об этом поговорить, потому что очень и очень страшно. Но на самом деле это же такая же часть жизни. Рождение, смерть, это же физиология. Да, это не что-то, что коснется кого-то, а кого-то нет. И можно бояться, что, может быть, не повезет. Да. А в связи с тем, что риск различных заболеваний сейчас как бы очень высок, и уровень жизни таков, что можно ожидать, что любой абсолютно человек может попасть в стены хосписа, ему может потребоваться эта помощь. Именно поэтому нам нужна поддержка, поддержка общественности, их мнение на этот счет, их видение, как бы они хотели бы сами, чтобы это происходило, да. Может быть, мы что-то не учли, поэтому мы стараемся об этом спрашивать тоже и учитывать все эти моменты. Как будет внутри самого хосписа организована работа? Ну, то есть, как я понял, это будет где-то 60 человек, которых... Ну, это однозначно будут медики, это будут социальные работники, узкие специалисты, педиатры, терапевты. То есть, здание уфимского хосписа спроектировано таким образом, что у детей будет отдельное крыло. Это сделано для того, чтобы мы могли организовать их досуг по-детски. Именно. У взрослых будет свое крыло. То есть, и для взрослых тоже будут свои мероприятия. И для того, чтобы они друг другу не мешали, эти крылья, они разделены. И также у нас будет отдельное крыло для молодых взрослых. Поэтому любая категория людей, которые попадут в стены хосписа, они будут чувствовать себя в своей тарелке. Они будут находиться в том именно обществе, в котором им близко. То есть, по духу, по возрасту, по всему остальному. То есть, это будет для них, я думаю, более оптимально. Ну, также еще будет большой штат волонтеров, потому что это дополнительные руки, дополнительные возможности, потому что сколько бы ни было специалистов, им всегда нужны помощники, которые где-то им помогут, где-то просто проявят какое-то душевное тепло. Поэтому именно на волонтерах, как любят говорить уже те, кто давно работает в хосписах, чем один хороший хоспис отличается от другого хорошего хосписа, это только волонтерами. Потому что в один приходят одни, а в другой другие. Поэтому здесь у нас тоже большая задача перед нами состоит собрать эту команду волонтеров, которая тоже будет постоянно добавляться, расширяться, чтобы люди действительно не боялись приезжать волонтерить в хоспис. Потому что где-где, а там уж точно про жизнь, а не про все остальное. Да, ну и как я уже говорила, да, никакая, ни одна некоммерческая организация не может существовать без волонтеров, эффективно существовать. Если есть какая-то активная деятельность, то волонтеры это неотъемлемая часть, это вот прям скелет этой организации. Вот. И также, конечно, у нас будет большая задача организовать это волонтерское движение, чтобы и взрослые могли почувствовать себя, ну, чтобы мог прийти волонтер и причесать, да, я не знаю, мог прийти волонтер и помочь там выйти погулять человеку. Ну, это абсолютно разные. Провести мероприятие какое-то, помочь провести мероприятие, организовать какой-то досуг, да, просмотр фильма тот же самый, прийти помочь нам в элементарные вещи, там просто посидеть в игровой комнате и просто занять тех детей, которые сейчас могут, допустим, выйти в игровую комнату и поиграть. Это сейчас есть классный проект, Ирина вот была организатором этого проекта, мы приглашали специалистов, это докторская клоунада, перенимали опыт федеральный, вот, и я очень надеюсь, что эту докторскую клоунаду, она будет также работать и для детей, и для взрослых в хосписе, потому что это очень классное прям мероприятие, и оно нужно не только детям, конечно. То есть это реально доктора учились приемом буфонады и показывали какие-то сценки? Нет, ну, это есть уже, кстати, да, вот в Москве, в Питере и в Казани уже именно врачей обучают больничной клоунаде, чтобы они подстраивались под состояние ребенка, да, и создавали вот эту атмосферу доверительную, но в нашем случае это просто еще просто волонтеры, которые готовы тратить там свои полтора часа в неделю и приходить к детям. Это не анимация, где ты вот на раз-два создал праздник и все. Это терапевтический такой момент, где через какие-то пантомимы, музыку, какие-то тоже клоунадные штучки ты создаешь атмосферу, которая даже после того, как ты уйдешь, она останется, и прорабатываются такие моменты, например, ребенок не хочет кушать, никто его не может заставить, ни врачей, ни родителей, а клоун, вот этот человек специально обученный, да, он может сделать так на своем примере через игру, что ребенок вместе с ним начнет кушать там, или он два дня лежит, не встает, у него нет настроения, тут пришли ребята, создали вот это волшебство, и все поменялось. А когда вы планируете открыться? Это 21 год июнь месяц, ну, возможно, конечно. Да, возможно, сдвиги немножко по срокам, но я все-таки рассчитываю, что мы успеем. Ну, в строительстве все делаем просто. Да, да, конечно. Я так понял, что вам, получается, помогло запустить все-таки проект «Сдвинуть его с мертвой точки» непосредственно правительству республики? Конечно, это была поддержка именно ради Фаритовича. Финансовая, это сейчас как это организовано? Финансовая, это полностью вне бюджет. Вне бюджетные организации и фонды в том числе? Это организации, которые, крупные организации уфимские, которые будут поддерживать нас и которые нам помогут построить, это организация, этот хоспис, и мы в любом случае планируем вести сбор пожертвований самостоятельно. Потому что это, в общем-то, народная история. Нельзя, ни один хоспис в России, насколько я знаю, не работает в качестве государственного. То есть, если это будет государственное, это будет очередная больничка просто. Ну да. Это уже потеряет, понимаете, вот эту свою индивидуальность и потеряет свою вот именно философию вот этого хосписа. Поэтому очень важно сделать так, чтобы население услышало нас и поддержало в этом смысле. А как человек сможет к вам попасть? То есть, 60 человек, которых вы сможете к себе принять, это, ну, по большому счёту, не так много. То есть, как будет организована работа? Будет маршрутизация специальная. Это, во-первых, то есть, медицинские организации, то есть, любой человек с тяжёлым заболеванием находится под наблюдением своего доктора. и доктора должны будут подать направление, конечно же, ну, я думаю, что будет, конечно, какая-то очередь, ну, потому что 60 коек. Ну да. Ну, потому что их немного, но это наш первый шаг. И я всё-таки надеюсь, что мы сможем организовать эту помощь максимально большому количеству людей, потому что ещё запланировано 6 выездных палеотивных служб при хосписе. Поэтому никто не останется в стороне. Сегодня уже сейчас работают палеотивные службы и для детей, и для взрослых. Плюс откроются ещё 6 палеотивных служб, выездных бригад на базе хосписа. Плюс будет хоспис. Поэтому я думаю, что у нас всё получится, и все люди, которым нужна будет помощь и поддержка, они её обязательно получат. Вот я, допустим, хочу вам помочь на этапе строительства хосписа, на этапе организационных каких-то работ, или уже в процессе, когда всё запустится, в тот момент, когда это произойдёт. Как это можно сделать? Пока получается, вся информационная часть размещена на страницах социальных сетей. Сайт у нас в стадии разработки, и когда он появится, для всех людей будет выбор, как перечислить пожертвования через короткий номер, с карты подключить ежемесячные пожертвования. Сейчас единственный способ, если вы финансово хотите нам помочь, это сделать пожертвование на расчётный счёт автономно-некоммерческой медицинской организации «Фимский хоспис». Волонтёры, конечно же, могут просто написать нам в личные сообщения на страницах, и мы начнём формировать базу, если вы хотите организовать мероприятие какое-то. Да, вот я, допустим, хочу у вас организовать киноклуб, когда запустится работа хосписа. Ну, понятно, что мы уже познакомились, но если бы я теоретически это хотел, я бы мог либо напрямую кому-то написать, либо... Да, когда появится сайт нашей организации, там будет форма заявки. Да, всё будет уже, ну, потребности именно волонтёрской, контакты, и всё это будет. У вас есть отличная возможность помочь прямо сейчас, если вы этого очень хотите. Мы как раз сейчас думаем над тем, что в этом году мы планируем несколько мероприятий для молодых, взрослых. И в том числе у нас будут кулинарные мастер-классы, будут встречи с блогерами, будет у нас библиотечный клуб, или как мы это назвали, прости, я забыла. Вот. И если есть желание, мы можем организоваться и сделать вот киноклуб. Я только за. Нет, мы можем... Сделать просмотр фильма, да, посмотреть вместе с ребятами, а потом, может быть, обсудить всю эту историю. Это вообще без проблем. Да, да. Просто если хоспис физического состояния, его ещё нет, ну, материального, да. Но работа есть. Да, работа уже есть. Мы перед Новым годом поздравляли в палеотивном отделении онкологического диспансера пациентов. Да, вот сейчас к 8 марта мы будем готовить день красоты, да. Так что работа, она уже, и даже в волонтёрской сфере, она уже есть. На ваш взгляд, какие социальные сферы сейчас у нас в России самые незащищённые? Ну, инвалиды. Я ещё раз говорю о том, что, к сожалению, у нас сейчас есть, конечно, какие-то уже движения, но инвалиды всё ещё, они как изгои общества, на них тыкают, в них тыкают пальцем, да, там, дети особенно. Потому что они их не видят. Дети не принимают их, они не понимают. Для детей они особенные. То есть если, допустим, ребёнок-инвалид оказывается с какими-то явными физическими недостатками, оказывается в обычной компании, этого ребёнка, его сторонятся, с ним не играют, да. То есть если нет вот этого воспитания, культурного воспитания, именно вот в сфере, вот в отношении благотворительности, да, гуманности какой-то, то, к сожалению, вот так и происходит, что эти люди становятся изгоями. Но я всё-таки чувствую, что ситуация меняется. Она медленно, но она меняется. И у меня есть большая надежда, что вот у нас есть сейчас почти, у нас есть год точно, да, даже больше до того момента, как хоспис откроется. И всё это время мы собираемся заниматься просвещением этой темы. Мы собираемся рассказывать о инвалидах, о взрослых, о детях, о людях с ограниченными возможностями, о тех, кто не может ходить, не может самостоятельно кушать, а кто-то дышать. То есть, но они при всём при этом остаются людьми. Дети остаются детьми, несмотря ни на что. Поэтому нельзя сделать вид, что их нет. Очень важно обращать на них внимание, очень важно разговаривать со своими детьми и показывать им собственным примером, что это часть нашего общества, что эти дети, эти взрослые, они имеют право жить и нельзя делать вид, что их нет просто. Ну, я ещё хочу добавить, что у нас просто так выстроено почему-то в России, что в первую очередь мы помогаем детям. Вторую сторону – это пенсионеры, третье – животные. Да, вторая – животные, мне кажется, третья – пенсионеры. Пенсионеры, вообще люди возрастной группы, они вообще на пятом месте, на мой взгляд. И мало кто помогает, к сожалению. И вот люди среднего возраста тоже остаются где-то в рейтинге вот этой вот того, кому мы помогаем в первую очередь, немножко дальше, чем все остальные. А это налогоплательщики, прости. Свою тему. А это налогоплательщики, это люди, которые должны, по идее, работать и платить налоги. То есть, мне кажется, наше государство должно быть очень заинтересованно, и любой работодатель в том, чтобы, если человек заболел, максимально быстро его вылечить, реабилитировать, и чтобы он вернулся в строй, чтобы он продолжал работать, чтобы он продолжал платить свои налоги. Это часть любого государства. Просто я совсем недавно была в Австрии, мы были в Вене, и посетили несколько социальных учреждений. Знаете, я вообще так вдохновлена тем, что там происходит. У них как раз-таки государство строит отношения с людьми таким образом, что они полностью на их стороне. То есть, они делают все, любой реабилитационный центр там, любой центр социальный, также гериатрическая, вот мы были, палеотивная помощь там. То есть, она построена таким образом, что все с заботой о людях. И я тоже считаю, что государство должно повернуться лицом и должно начать заботиться о своих пациентах, о своем населении. И только тогда люди тоже повернутся, уже появится, может быть, взаимная любовь какая-то, и наконец-то начнут исправно платить налоги, потому что в Австрии именно все на этом построено. Поэтому у них есть уверенность в завтрашнем дне. Они полностью, они знают, что если с ними даже что-то случится, их государство обязательно поддержит. Но при всем при этом, там очень большая система, очень высокое налогообложение. И у людей не возникает мысли не платить. То есть, они все платят. Там средняя 44, но доходит до 55% от заработной платы, отчисления. Но зарплата большая, при этом на жизни остается. Но зарплата большая, для них-то это нормальная зарплата. Для них это обычная зарплата. Это для нас их зарплата, это в связи с долларом. Не большая, адекватная, скажем так. Курсом, да. Поэтому я все-таки считаю, что мышление нужно немножко менять. Если мы начнем заботиться, вот работодатели, Минздрав, государство начнет заботиться о людях. И не просто для галочки что-то делать, а действительно наблюдать за ним. Сделать максимально много, чтобы этот человек обратно вернулся в строй. Он будет вдохновлен, наверное, таким отношением к себе. И все это построено на мелочах. Знаете, все это говорит о качестве жизни, об уважении к человеку. И я прям верю, что у нас это тоже будет. Потому что в делегации, в которой была я, было много представителей из Минздрава, были главные врачи, и они тоже все это видели. Я просто уверена, что каждый из них будет внедрять эту систему потихоньку, постепенно у себя. И очень скоро мы придем к тому, что у нас будут первые шаги позитивные в этом направлении. Я еще хочу добавить, что наше население, ну я призываю поддерживать благотворительные фонды, потому что сегодня это такие профессионалы в сфере решения социальных проблем. Это не какие-то попрошайки, которым постоянно что-то нужно. Или шарлатаны, мошенники. Чего еще хуже? Если это честный благотворительный фонд, и он занимается решением какой-то конкретной проблемы, то действительно вместе, объединившись, можно многое сделать. Например, как открыли доступ в реанимации, когда родственники могут спокойно приходить, получать какие-то незарегистрированные препараты, которые до этого были в России незарегистрированы. Но все это делает общественность, которая поднимается, взбалтывает эту проблему, показывает ее и показывает пути решения, как можно это сделать. И если мы все вместе будем это делать, то будет эффективно, потому что нам пора отойти от этого. Моя хата с краю, делайте что хотите, меня это никогда не коснется, но жизнь такая непредсказуемая штука, что сегодня ты здоровый и счастливый, полноценный гражданин этого общества, а завтра, не дай бог, с тобой что-то случится. К кому ты пойдешь в первую очередь за помощью? Конечно же, к простым обычным людям, и они действительно тебе помогут. Вы очень позитивные люди. Как себя настраиваете на светлые мысли? Ну, то есть бывает иногда, я не знаю, там, простыл, нет настроения, нет энергии, вот эта вот замечательная погода, когда два солнечных дня за полтора месяца. Но при этом у вас хороший настрой. Вот есть у вас какие-то свои личные секреты? Ну, мне кажется, когда ты постоянно сталкиваешься с какими-то проблемами... Посерьезнее, чем у тебя самого. Да. И у тебя получается их решить. Да, и самое главное оставаться еще немножко все-таки, ну, не все через себя пропускать, а придерживаться того, что вот если ты действительно сегодня можешь сделать все, чтобы помочь этому ребенку, например, или человеку, и ты попробуй это сделать, да. Но бывают такие случаи, когда, например, ни медицина, ни деньги, они уже не могут решить именно эту проблему, значит, нужно как бы отпустить эту ситуацию и быть самой главной перед собой честной, что ты сделал все возможное, но такова жизнь. Не нужно расстраиваться, опускать руки. Еще очень вдохновляет то, что, ну, вот меня лично, что находятся люди, которые приходят и говорят, чем вам помочь, я готов, давайте вместе будем. Ну, вот это, наверное, самое вдохновляющее. Или обратная связь от тех же самых мамочек, помощь, от которых мы, помощь, которую мы оказывали детям, чьих родители. То есть они, когда пишут нам спасибо или говорят об этом, это тоже очень-очень вдохновляет, ты понимаешь, что все не зря. Вот совсем недавно мы тоже в отделении онкогематологии, в детском отделении делали встречу с родителями и обсуждали какие-то текущие бытовые вопросы. И, знаете, мне прям очень захотелось сказать им, попросить их, сказать, что дорогие родители, вы, пожалуйста, хвалите нас тоже, нам это тоже, правда, очень нужно. И это к тому, что сотрудникам фонда нужно понимать, что они делают все правильно. То есть если они сами по себе, то, конечно, это понимают, но когда еще это приходит со стороны, просто спасибо, слово спасибо, одно слово, оно ничего абсолютно не стоит. Но для нас-то всегда как бальзам на сердце. Поэтому нас тоже нужно хвалить любого сотрудника, любой некоммерческой организации, любого волонтера. Даже просто, если человек помог старушке перейти через дорогу, этой старушке, хорошо бы сказать спасибо. То есть взрослые люди это знают, но все еще мы сталкиваемся иногда с тем, что, к сожалению, не все понимают, что это такое, что такое благотворительность. Поэтому я, в общем-то, людей призываю благодарить тех, кто им помогает. Потому что вот это, на самом деле, благодарность фонда тем людям, которые нам помогают, она очень велика. Мы стараемся каждому человеку написать. Мы делаем рассылки, мы готовим благодарственные письма. У нас есть благотворители, которые системно долго нам помогают. Мы готовим для них отчеты и говорим им спасибо, что вот за этот год с вашей помощью мы привлекли вот столько-то денег. И эти деньги были направлены тому-то. Вот Ванечке, Петечке, Катечке там, да, то есть мы им помогли. Вот, и сегодня они дома. Спасибо. Мы не делаем еще такого разограничения, если человек там жертвует нам крупную сумму или мелкую, мы всегда говорим спасибо, это как бы наше прям вообще очень важно. Поэтому и нам тоже бы хотелось бы слышать иногда в свой адрес слова благодарности, потому что это именно то, что позволяет работать дальше, позволяет нам двигаться, делать наши проекты, делать их хорошо. Что вас делает счастливыми? Что нас делает счастливыми? Ну, результаты. Вот меня лично, результаты. Когда я вижу, что вот мы что-то долго-долго делаем, и в результате рождается что-то очень классное, и мы видим, что, допустим, какой-то проект, он изжил себя совсем, да, это и есть тот самый классный результат, то есть мы понимаем, что мы решили эту проблему. Вот это вот сильно вдохновляет. А у вас? Ну, последнее время, наверное, это, ну, очень много проектов у меня лично связанных с улучшением качества жизни детей в отделении. Я очень хочу, чтобы детское отделение было больше похоже на детскую комнату, нежели какие-то казенные там стены, да, разрисовать стены, поменять шторы, не знаю, там, установить им PlayStation, не знаю, мамочкам новую стиральную машину купить, чтобы облегчить их жизнь. Ну, вот какие-то такие мелочи для других людей, ну, ты понимаешь, что от этого ты сам тоже становишься более счастливым, это не значит, что ты на себя полностью там как-то забиваешь, и ты счастлив от того, что ты помогаешь другим. Нет, это действительно тебе дает какие-то больше силы от того, что люди вокруг тебя становятся счастливее. спасибо вам за вашу работу, вот прямо от души. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!